Ребята, всем привет! Клуб интеллектуального туризма Анисимов Дмитрий. Мы пытаемся добраться до ягодных гор. Начало второго дня. Погнали смотреть. Это видео мой субъективный взгляд на объект, субъект событий или местность. Прошу простить по информационной неточности и манеру подачи. Шикарная палатка. Сразу играет музыка. Цирковая. Я так понимаю, что сегодня... За моей спиной куча уроловедов. Ссылочка на них будет в описании обязательно. Я так понимаю, что сегодня мы должны подняться на главную вершину. Это 1205 метров над уровнем моря. Сейчас высота где-то 760-770 метров. За нами шумит тюлюк. Река, которую мы вчера тут форсировали по шикарнейшему курумнику прямо посередине реки. Ну, собственно, вот. Не думаю, что сегодня будет много историй или каких-то еще интеллектуальных вещей. Скорее всего, будем смотреть просто на красивые виды. Вот, кстати, с места нашей ночевки видно Еремель. Ну, это, я так понимаю, Малый Еремель и, наверное, Нургуш, если я не ошибаюсь. Нет, наверное, ошибаюсь. В общем, не буду говорить. Но Еремель это не хребет. Это горная система, наверное, скорее. Он, в общем-то, не вытянутый с севера на юг, как все уральские горы. А это такой круг своеобразный, у которого несколько вершин. Это, конечно, высоко. Там видно, что еще лежит снег. 1582, по-моему, метра с чем-то. Большой Еремель. Ну, как-нибудь мы туда попадем с вами. У меня новая ноша. Народ собрался весь. Выходим дальше. Рюкзак парусит, но всегда можно снег еще встретить. 10 мая на дворе. В общем, у нас сейчас переход на новую стоянку. А оттуда будут радиальные выходы. На вершины. Посмотрим, что из этого получится. Лягуха. Лягуха, вали отсюда. А чего не съел бы она такая толстая-толстая? Да нет, я ее съел. С чего начать? Идем на Большую Ягоду. Высота 1205 метров примерно над уровнем моря. Ничем особым этот хребет не примечателен. Просто красивый хребет. Вокруг много других красивых хребтов. Вот и все. Стало туристическим местом. Поэтому. Сейчас оставили вещи. Поставили палатки. Так частенько делаются. По пути еще делали закладки, например. И впереди 17 километров. Налегке. На этот раз у меня рюкзак самый большой. Просто потому что там техника, аптечка и так далее. Ну вот. Ожидаем красивые виды сегодня. Снега, наверное, не будет. Вот этот курумник, он весь шатается. А это по большому счету значит, что здесь не часто люди-то ходят. И он еще не улегся. Хребет Ягодные горы. Двигаемся по нему. Привет, отметили Ягодные горы. Привет, Ягодные горы. А Дима говорит. Здравствуй, Дима. Отметили Ягодные горы. Вот это разворошенный муравейник, да? Медведям. Да, да, да. Что себе, я не видел никогда. Представляете себе. Мишка. Ой, не надо стоять рядом с ним, а то они примут меня за этого медведя. Мишка за какой-то целью надо погуглить, я вас не в курсе. А зачем он это делает? Жрет. Что жрет? Он собирает себе яиц. Яиц? Да, да. О, гурман какой, а, Потапыч. Понятно. Ну, можно было предположить, собственно. В общем, двигаемся по хребту Ягодные горы. Где-то впереди вершина у нас. Посмотрим, чем это закончится. Представляете себе, я раньше никогда такого не видел. То есть медведь приходит, копает муравейник, жрет оттуда, гад, яйца, а потом муравьи бедные все это восстанавливают. Ну, и тут как бы не выяснили, что это, деликатес или безысходности, когда жрать нечего, так что? Деликатес или безысходность? Ну, либо деликатес, либо безысходность. У нас крайности, как всегда. Так что, если вы знаете, пишите в комментариях обязательно. Надо не забывать оборачиваться, когда поднимаешься в горы всегда. Там, за спиной, самые крутые виды, ну, на подъемах. Что, полезли в вершину смотреть? Еще раз, еще раз, еще раз. И мы вот так чуть не по кругу. Смотрите, здесь сколько туристов. Не могу пройти, и все. Развалились, блин. А там уже как-то это... А там прямо в средине... Там, вон, еще кто-то бегает в леса. Сколько, Коля, высота? 1205. 1205, но здесь по GPS-у 1210? 1210. 1240, то есть где-то еще на метр, да, есть повыше. В общем, может быть, это не основная вершина, но, по-моему, не видно других вариантов пока. Не пойдем искать? Не пойдем искать. Вот, вот, сейчас. И печь! Идем, никакого яра, ничего. Вот, это было видно. Что-то было видно, что-то. По-моему, только и меня было видно. В общем... Большая Ягодная, да, называется? Вершина хребта Ягодные горы. И параллельно этому хребту, и с одной, и с другой стороны, тоже разные горные системы. И вообще здесь красиво, конечно. Ну и, конечно же, если подняться на вершину, если, вернее, пройти еще 100 метров, то можно найти все-таки настоящую вершину. И она крайне красивая. Сейчас ее мы с вами посмотрим. Вот там, с того склона, находятся Тюлюкские озера. Именно то место, откуда озеро Тюлюк и берет свое начало. Ну, а здесь шикарная вершина с зубцами. Сейчас мы на нее заберемся. Вот он, хребет. Ягодные горы. С одной стороны течет река Тюлюк. Тюлюкские озера, которые являются его истоком. Ее истоком. А там Нургуш. Ну и, конечно же, вот здесь именно эта точка 1205 метров. Вид просто поразительный вокруг. Здесь водятся медведи, волки. Прочая разная живность, в том числе и хищная. Поэтому мы используем сигнал охотника, дабы их отпугнуть. Ну, а сейчас и отпугнем, и озминуем наше восхождение. Ну вот, такая вот у нас вершина. Крутяк. Чего только мы не прошли, чтобы до сюда добраться. На самом деле, с точки зрения туризма, это не самое популярное место, но кучи, что вокруг очень много хребтов популярных. Сюда тоже туристы ходят. Ну и со стороны Нургуша тоже шикарный курумник. Острые скалы под углом торчат. Вот он, ягодный хребет. Обалдеть! Красота! Раньше здесь еще была вышка, валяются деревяшки. Ну, видимо, просто было основание сделано из плитника и деревянный каркас, наверное. Но недавно, я так понимаю, несколько лет назад она развалилась. Или туристы развалили, кто тут знает. Вот. Ну, а мы спускаемся с горы ягодной. И сейчас весь тот же самый лютый путь в обратном направлении. КОНЕЦ вернулись в лагерь. Вот такая вот прекрасная вершина в 12 сотен метров над уровнем моря. Посмотрим, что будет завтра. На этом, наверное, все. С вами был Янис Мов Дмитриев и Клуб Интеллектуального Туризма. А если вам понравился этот ролик, поставьте лайк. Подпишитесь на канал и наши группы в социальных сетях. Мы есть почти везде. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин